Сейчас на фронте паритет. То есть если мы берем российские силы, плюс боевики, плюс наемники, плюс казаки, ну весь набор, который сейчас там есть на Востоке, и берем наших, то это примерно равные силы по численности. Если мы говорим о крупном уступлении, должно быть преимущество раза в три наступающего перед обороняющимся. Это тезисы военной науки. А в некоторых случаях говорят, что и в пять раз. Но мы говорим минимум в три раза. Поэтому крупномасштабное наступление на каком-то участке должно быть вот такое преимущество. То есть просто наступать... Пока его нет. Пока его нет, да. Это я ответил на второй вопрос. На первый вопрос я скажу, что да, на мой взгляд будет гибридная война продолжаться, потому что мы знаем о том, что сейчас продолжаются вещи, связанные с переодеванием формы частей Носгвардии. Вот эти вот вещи есть. С переодеванием формы наших частей и так далее. То есть по-прежнему будет скрываться присутствие российских войск. Ну их там уже так-то и много, да, в общем-то у нас на сравнительно с боевиками и с наемниками. Ну это именно будет скрываться. Хотя, в общем-то, все мы прекрасно понимаем, что это уже секрет Палишинели, что там они есть. И вот уже.